Проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях региона должны полностью решить до конца 2015 года. Сейчас работа в этом направлении идет в усиленном режиме. В Похвестнево после реконструкции открыли детский сад ЛАД. Сейчас строится еще один новый. Тему продолжит Ольга Павловская. Светлый день у всех ребят. Все пришли как на парад. С новосельем поздравляем, с новосельем детский сад. Лере Языкиной 6 лет. В школу девочка не хочет, хотя считать и читать уже умеет. Говорит, что ей очень нравится в новом саду. Сейчас в учреждении работает 30 преподавателей. Все постоянно проходят курсы повышения квалификации. Оранжевый, желтый, синий. Синий, наверное. Или фиолетовый. Фиолетовый, еленый, черный. Молодчий. Ранее в этом здании располагался учебный комбинат. Чтобы переоборудовать помещение, потребовалось снести четвертый этаж и сделать пристрой. Детский сад располагался в двух зданиях. В одном 120 детей. В капитальном здании. А в деревянном построить одноэтажном здании 42-го года. Значит, жило 45 ребятишек. Вот мы сюда переводим этих ребятишек. И плюсом еще 20 метров здесь новых пристроили. В целом качеством работы глава региона остался доволен. Хотя есть нюансы. Например, на лестницах нет плитки. Николай Иванович, берем на себя обязательство. Если нам разрешат работать вечером, положить плитки в субботу-воскресенье. Да, можно. Да, конечно. Мы можем в субботу-воскресенье. Второй момент – это пороги. В социальных учреждениях их уже давно не используют. Общая стоимость работы и оборудования составила 76 миллионов рублей. Сумма завышена, говорит Николай Меркушкин. Есть подрядчики, у которых одно место в детском саду составляет 460-600 тысяч. Это практически вдвое меньше, чем в этом случае. Такую смету представитель компании объяснил сложными работами, связанными со старым зданием. Сейчас они строят новый детский сад и цена там приемлемая. У нас там получилось 580 рублей за одно место. Но там, правда, бассейна нет, но они за свой счет сделали там мансарду для зимнего сада. О том, что смысла завышать сметы нет, часто говорит Николай Меркушкин. Подрядчик, по его словам, должен быть грамотнее. Так, например, если одна компания хорошо сделала здание и по приемлемой цене, естественно, что с ней будут и дальше работать. У нее будут заказы. Тогда фирмы останутся выигрышей не за счет стоимости одного договора, а от их количества. Ольга Павловская, Алексей Верминский, Новости губернии, Похвестневский район.